Всем привет! Сегодня я расскажу, как легко и просто выполнять нелегкие и непростые, на первый взгляд, задания Fallout Shelter. С удивлением для себя узнал, что некоторых подобные задания в стиле убить голыми руками, там, энцать каких-нибудь монстров, вгоняют просто в ужас. То есть люди не знают, как их делать, как их выполнять, то есть как голыми руками искать, убивать по всему убежищу этих там рот-тараканов или еще лучших кротокрысов. Люди просто отказываются, берут и отказываются от заданий и все, то есть не зная, как их выполнить. Хотя на самом деле все здесь намного проще, чем кажется на первый взгляд. Намного проще, фактически элементарно. Берем, строим внизу своего убежища лифт и ниже всех комнат достраиваем одну, любую производящую комнату. Пусть это будет генератор, к примеру. Вот таким образом. Садим туда двух любых персонажей, ну желательно, конечно, максимально прокаченных. Ну давайте посадим Лукаса Симса. Обезоружив предварительно, конечно. Конечно, обезоружив. Нам же надо голыми руками убить, правильно? И посадим отца. Также обезоружив. Садаем одному из них животное, чтобы получить бонус к урону. И сажаем к ним первого попавшегося выловленного где-то робота. Чтобы они наносили максимальное количество урона в единицу времени. А потом начинаем делать ускорение в этой комнате. Ускоряем, ускоряем. До тех пор ускоряем, пока у нас не начинают происходить неприятности. О, как они уже в дне успеха. А нам надо как раз наоборот. Вот, провал. И у нас появляются рад-тараканы. Ну, появиться на самом деле может быть кто угодно. Но в данном конкретном случае нам повезло и попали сразу рад-тараканы. Таким образом, мы по одному, по два их постепенно набьем. В принципе, то есть как бы с учетом того, что могут произойти еще пожары. Могут вылезти кротокрысы. Вот, нам повезло. Опять рад-таракан вылез. Ну, то есть мы на все про все потратим где-то около, я думаю, максимум минут 20-15-20. О, кстати, нам его не посчитали. Отлично. Вот. Такой глюк тоже случается. Минут за 15-20 мы, собственно, я думаю, сможем выполнить это задание. Недостаток этого способа заключается, естественно, в том, что мы так будем достаточно долго набивать этих несчастных рад-тараканов. Есть еще другой способ, как можно ускорить добывание рад-тараканов голыми руками. Ну, а для этого нужно немножко еще больше потратиться. То есть очищаем, строим лифт еще ниже. и строим те же комнаты вот таким образом. Чтобы рядом и сбоку было еще по комнате. Вы уже догадались зачем, да? И тогда мы можем делать уже вот так. Сюда, кстати, тоже надо посадить граждан без оружия. Сейчас возьмем кого-нибудь. Из более-менее прокачанных персонажей. Посадим сюда. О, какие у нас красавцы. Красавцы. Игро саживаем в остальные комнаты. Вокруг. О, какой у нас отличный панк. С ирокезом. И выполняем, в общем-то, всю ту же процедуру. Сразу у нас провал. Наши рад-тараканы вылезают. И мы убегаем в другую комнату. В это время сейчас тараканы тут размножатся. Расползутся в другие комнаты. И мы уже одновременно убьем гораздо больше тараканов. Обращаю ваше внимание. Три, пять уже. И это еще не предел. Шесть. За один заход. Ждем пока вернутся наши граждане. Опять ускоряемся. И так продолжаем до тех пор, пока не наберем нужное количество тараканов. Хуже, когда происходят происшествия с ненужными нам опасностями. Например, радскорпионами. Чтобы ускорить расправу с ними. Тогда можно кому-то из персонажей давать тяжелое оружие. Чтобы они быстро их уничтожали. А потом его просто забирать. И снова провоцировать вылазить рад-тараканов. Ну и вот таким несложным образом мы в общей сложности минут за сколько? За десять выполнили такое, казалось бы, на первый взгляд очень сложное задание. Как убийство рад-тараканов в большом количестве без оружия. Сейчас мы уже его заканчиваем. Семнадцать и вот Что, не засчитались нам? Нет, все засчиталось. Получаем заслуженную награду нашу переноску. Которую можем сейчас и открыть, кстати. Итак, где наша переносочка? Получили в награду вот такую милую собачку. Всем спасибо за просмотр. Смотрите наше прохождение. Смотрите другие уроки. Например, как обустроить вход в убежище правильно. Здесь я размещу ссылочку. И хочу обратить ваше внимание, что все это происходит в режиме выживания. Не просто так. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на наш канал. Пока-пока.